Доброе утро! Меня зовут Екатерина Ацкевич и сегодня я расскажу вам все самое важное о формуле здоровья. Острая боль в спине или, как говорят в народе, прострел, в момент лишает нас возможности двигаться. Сегодня в формуле здоровья о том, как помочь себе. Боль пронзает спину по ряду причин. Подняли что-то тяжелое, неудачно повернулись или переохладились. И вот не разогнуться. Есть и другие факторы. К примеру, остеохондроз, грыжа межпозвонкового диска, артроз. Изменение естественной геометрии позвоночника приводит к зажиму нервных корешков. Отсюда и боль. Что же делать, если у вас настигла острая боль в спине? Первым делом лечь в постель на жесткий или полужесткий матрас. Это поможет мышцам расслабиться, снимется спазм и боль немного утихнет. Но залеживаться не стоит. Это может быть только во вред. Послушаем, что говорит наш эксперт. Из немедикаментозных методов здесь обязательно лечебная физкультура. Даже в первые дни есть щадящие упражнения, которые не вызывают дополнительной боли, но дают разработку пораженной мышцы. Кроме того, есть такое устройство, абсолютно простое, продается в аптеках. Называется аппликатор Кузнецова. Это игольчатый коврик, на который человек ложится в зоне боли и лежит дома 30-40 минут. Чаще всего это вечер после работы. Если это медикаменты, то здесь человек сам себе может помочь мазевыми растираниями, начиная от самых простых и дешевых, ну или теми, что посоветуют в аптеках. А самая распространенная группа лекарств – это все-таки нестероидные противовоспалительные препараты. Но с ними нужно быть аккуратными, потому что они имеют свой спектр побочных явлений. Если у человека когда-то была язва желудка, это нужно помнить, что здесь нужны препараты, защищающие желудок. Если человек страдает гипертонией, мы можем столкнуться с тем, что на фоне их приема может подняться давление. И нужно помнить, что курс нестероидных противовоспалительных препаратов не должен превышать 5-7 дней. Чаще всего такое лечение помогает, и боль в спине проходит окончательно через 10-14 дней. Но даже если вы себя чувствуете хорошо, обязательно обратитесь к врачу и выясните причину боли, иначе болезненные ощущения будут возвращаться вновь и вновь. Предвижу ваш вопрос про массаж. Он противопоказан в острый период, но эффективен на финальном этапе лечения. А вот сухое тепло можно. И напоследок ценный совет. Купите себе подвесной турник, прикрепите его к стенке и висите на нем сколько сможете каждый день, постепенно увеличивая время. Это самое эффективное упражнение от боли в спине. Постепенно позвоночник вытягивается, и все позвонки становятся на место. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ont.by и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова